Друзья, здравствуйте! Сегодня август, 9 августа, а нацвело у меня, наверное, не так много растений, но растения как бы из серии жемчужины коллекции. Ну, естественно, немножко разбавлено, может, не очень ценными, но в то же время они тоже очень красивыми. Начнем справа налево. Здесь у меня лекаста. Наверное, одна из двух или трех лекаст, которые у меня есть. Почему я их, наверное, не очень сильно люблю? Мне цветы похожи. Ну, может, я в чем-то не разбираюсь. Ну, вот моя одна лекаста, которая была у меня первая в коллекции, она у меня выжила, осталась. Это лекаста Круэнта. Она была получена с Мексики. В общем, все было очень давно и как-то, наверное, я уже на нее не сильно внимание обращаю, но первый раз она у меня зацвела, ну, достаточно рясно. Она выдала на каждом росте по 4, по-моему, бутона. С чем связываю? Я ее хорошо просушила, вот прям просушила очень хорошо и тогда у меня пошли активные росты. Не поливала до появления новых ростов. Почему ее называют Круэнта? Круэнта кровавая. Не потому что она красная, есть у нее в губе, а потому что у нее вот здесь вот находятся вот такие шипы и о них очень часто все колятся. Оказывается, так. Дальше одна из красавиц гибридов, но достаточно вредная в плане роста ее. Она очень часто гноит бульбы, гноит росты, но, конечно, красавица. Это котлея Анклео. Я бирочки все выставила. Крупный большой цветок, четкие склэши. Красавица. Она, кстати, цветет очень необычно. Выходит рост и в нем сразу выходят бутоны. Даже я их вот сколько раз на меня сделала, я ни разу не замечала, как она цветет. Вернее, как растет бутон. И уже только на стадии, когда бутон скоро раскроется, я увидела. Дальше здесь у меня башмак. Башмаков у меня немного, но, как оказалось, что у меня они очень неплохо растут. Главное подобрать им хороший грунт и правильно выращивать и растут на ура. Это башмак тоже. один из первых, который у меня был в коллекции. Башмак Малия Пенсен Омикрантум. Он имеет название Фанатикум. Цветок. Вот такой вот. Да, теперь я понимаю, почему люди увлекаются башмаками. Они, правда, вообще классные. Но для терпеливых любителей орхидей. Здесь у меня цветет первый раз котлея. Я сниму бирку, котлея Балдвин. Балдвин это Харальд на Довиану. В данном случае вот такой гибрид. Этот гибрид имеет вариации цветения. Один посев может выдавать и семиальбовые формы, и типовые, как вот у меня распустилась. Я все-таки надела, что будет семиальбовая форма. Но распустилась она у меня вот такая. Цветок красивый, с Довиановской губой, четкий. Чем-то даже похож на Гордиану, если брать типовую форму. Распустилась она ровно. Вот такая бархатная губа. Три цветка смотрят в одну сторону. Здесь вообще красавец цветок. Вот такой у меня Балдвин распустился. Пахнет как Довиана, розами. Красивый цветок. Просто по сравнению семиальбовая у меня уже много, поэтому я в принципе не расстроилась. Дальше у меня здесь цветет Людеманяна на Довиану. Это котлея Кенистиана. Кенистиана тоже была от Люка. В этот раз она прям так красиво распустилась. Я сейчас покажу в чем особенность. Вот на этом цветке будет хорошо видно. Вот теперь здесь видно прожилки по цветку. Вот такие вот вены тонкие. Вот так красиво смотрится. Губа у нее неоновая, такая переливательная вся, переливчатая. Короче, красивая. Она у меня распустилась первый раз тремя цветками. Цветки крупные. Вот такие вот. Так, дальше. Аромат, конечно, тут стоит очень сильный. Здесь у меня цветет Хардиана. Хардиана семиальбовая получилась. Бирочка вот такая вот. А форма семиальбовая. Покупала все в размере клоп. Ну, все выросло. Все растет. Зато у меня не загноилось. Не то, что я Хардиана купила семиальбовую взрослую. Она у меня просто сгноила все росты. И сама, в принципе, уже погибла. Мне, конечно, было очень жалко. Но оказалось, что у меня в коллекции уже такая есть. Очень красивый цветок. Вот фото не передает. Я фотографировала ее, а видео это просто великолепно. Дальше идем. Дальше у меня здесь такой гибрид. Это гибрид на Рекс. Это котле Эвос Фабула Азукар. Джетта Джемани семиальбовая на Рекс. Выдала вот такой цветок. Губка, конечно, красивая, Рексовская. Но она приобрела немножечко такой сиреневый аромат. Она все-таки не сиреневая, а имеет легкий оттенок сиреневого. Тоже красивая получилась. Цветет. Обожаю этот гибрид, честно. Сколько раз он у меня цветет. И каждый раз цветки потрясающие. Получается целый букет. Это вот такой гибрид Пенни Курода, но на Гутату. Он раньше был в Сузуки, сейчас его нет. Но вот такие облака цветов. И цветет она долго. У нее такой оттенок розового-голубого. Достаточно необычный для котлей. Вот эта губа. Ну, очень красивый гибрид. Очень прям вообще. И здесь у меня цветет. Я тоже себе оставила. Это Шелериана на Шамбурке Томпсониана. Гибрид я оставила, потому что мне нравятся такие цветы. Они долго цветут. Они хорошо цветут. Потом она со временем будет больше цветонос давать. И большее количество цветов. Да и интересные цветы получаются. Вот бывает у меня растения остаются. Я думаю, ну пусть живет у меня. Ну, вот такой вот обзор по цветущим растениям. Немножко рассказала историю. Пока-пока.